Жизнь малой церкви, она как-то устроена. Что-то есть в этой церкви, что нам нужно организовывать и размышлять о том, как это нужно сделать. Церковь, в которой я духовно родился, церковь, о которой меня вчера расспрашивал Виктор Зубарев здесь после или перед проповедью. Эта церковь «Благая весть» была основана в 1999 году. Тогда мне было 13 лет. Тогда я не хотел находиться вообще в этой церкви, так как мы уходили из большой церкви. Все мои друзья остались в той большой церкви. Но так как папа пошел на основание новой церкви, я вынужден был вместе с отцом переходить в эту церковь. И вот когда эта церковь основывалась, то организация ее жизни особо, как мне кажется, не продумывалась. Был определенный шаблон. Шаблон — это устройство материнской церкви. Как выглядела материнская церковь, так же примерно должна выглядеть и дочерняя церковь. И поэтому шаблоном была спланирована жизнь общины. Что было в этом шаблоне обязательно? Обязательно было воскресное служение. Обязательно было два богослужения на неделе, в среду и в субботу. Там обсуждался вопрос молитвенное, какое из них должно быть. Обязательно должен быть хор. Хотя эта церковь была небольшая. На тот момент, по-моему, не было и 50 человек. Но хор нужно было сделать. Этот определенный шаблон, который мы с собой принесли. Было несколько проповедей на служение. Но, слава Богу, прошла потом реформация. И количество проповедей сократилось до двух, потому что проповедников было мало. И нужно было просто в этой ситуации как-то принимать решение. В целом, вся жизнь в церкви была сосредоточена на воскресном служении. А богослужение в среду и в субботу, как мне кажется, это было для таких особо духовных. Вот кому-либо тем, кому делать нечего на неделе. Бабушки, пенсионеры, они раз приходили на неделе. Ну и, конечно же, семья пресвитера тоже должна была быть там. Ну и, конечно, там спевки приходили и так далее. Итак, определенная организация служения церкви, оно происходило. Мы сегодня посмотрим на организацию жизни общины малой церкви. Как она должна организовываться? Что есть шаблон для нее, если хочется этот увидеть шаблон? Сперва мы посмотрим на организацию жизни общины Иерусалимской первого века. Но мы не можем просто не коснуться Слова Божьего и не посмотреть, как была организована эта первая церковь. А затем я дам несколько советов, таких практических советов, как организовывать жизнь общины в 21 веке сегодня, именно ориентируясь на малую церковь. Мы ориентируемся сегодня на малую церковь, потому что большие церкви у нас всегда перед глазами. Мы на них смотрим. Но мы сегодня сосредоточены на малых церквях. Итак, первое, что мы смотрим, – организация Иерусалимской общины первого века. Давайте прочитаем текст Священного Писания. Деяния, 2 глава, с 42 по 47 стих. Этот текст многие из вас уже много раз читали. Наверняка многие из вас проповедовали на этот текст, а может быть и не один раз, но мы все же его еще раз прочитаем. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Я уверен, вам этот текст хорошо знаком. Может быть, кто-то его даже знает наизусть. И мы сейчас подробно не будем разбирать этот текст. Я рассчитываю на то, что вы его хорошо знаете. Также у меня нет задачи сказать экспозиционную проповедь по этому тексту. Это не проповедь, это семинар. К этому тексту мы обращаемся для того, чтобы увидеть, что присутствовало в Иерусалимской общине в I веке. Что у них было. И это являлось благословением для этой церкви. Это точно было подводительством Духа Святого, потому что в конце этого текста мы видим такое Божье действие, можно сказать, в ответ на эту организацию. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Господь не вопреки прилагал, Господь участвовал во всем этом процессе. Они организовали церковь, у них все это работало слаженно, и Господь участвовал во всем этом. Мы посмотрим на это и потом подумаем, как же нечто подобное организовать в жизни общины в XXI веке. Но вот мы смотрим на Иерусалимскую церковь или на эту общину, и видим, что их организация жизни включала в себя несколько важных факторов. Я назову семь факторов, которые включала жизнь этой церкви. Начиная с 42 стиха, мы видим, что, во-первых, община уделяла важное внимание учению. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Как это происходило, в каком это формате происходило, в каких местах и так далее, мы сейчас подробно обсуждать тоже не будем. Мы видим факт. Жизнь общины обязательно включает постоянство в учении. И причем Лука, описывая жизнь общины, первым пунктом упомянул именно они постоянно пребывали в учении апостолов. Это важно. То есть, когда мы будем думать о том, как организовать нам жизнь в церкви, мы обязательно должны подумать о том, какое место занимает у нас учение, и как мы его будем организовывать. Второе, что присутствовало в церкви, община уделяла важное внимание общению. Они собирались не только для того, чтобы изучать слово, но и для того, чтобы просто разговаривать друг с другом, находиться во взаимодействии определенном. Они это делали также с постоянством. Я помню, как однажды в одной из церквей, в которых мне довелось послужить, мы начали организовывать малую группу. И были люди, которые были против того, чтобы на этих малых группах было время для общения, совместного принятия пищи и так далее. Они говорили, мы что, сюда приходим пожрать? Простите, так и говорили. Мы сюда приходим для того, чтобы изучать Библию. Давайте изучать Библию. И были даже люди, которые сознательно пропускали время общения за столом и приходили только к изучению Библии. Потому что для них важно было изучение Библии. Такая особая духовность проявлялась. Ну, недолго, правда, это продолжалось. Я, правда, тоже придумывал разные моменты. Я брал иногда, менял местами общения и изучения Библии. И человек нечаянно пропускал в итоге изучение Библии и попадал на общение с приемом пищи. Деваться некуда, приходилось кушать. Ну, либо молча съездить за столом как-то. Но участвовали в разговорах, слава Богу. Третье, что включала эта община, или чему уделяла важное внимание, мы видим это причастие. Преломление хлеба. Христос сказал, «Сие творите в Мое воспоминание». И причастие – это напоминание и постоянное возвращение к церкви, к Евангелию. Это было прекрасное время для церкви. Они это делали постоянно. По сути, историки говорят, что они делали при каждой встрече это. Каждый раз они напоминали себе Евангелие. Потому что причастие – это размышление о том, что сделал Христос для нас, что это для нас значит, как это на нас повлияло. Мы спасенные люди, мы радуемся, что Христос умер за наши грехи, что Он воскрес, и мы Его дети. И Он нас объединил еще в одну семью, в одну церковь. Четвертый фактор, который включала эта церковь – община уделяла важное внимание молитве. Молитва свидетельствует о нашей зависимости от Бога. Иерусалимская церковь пребывала в этой молитве. Сегодня у Александра был хороший пример, когда братья его регулярно останавливают на совете, говорят, мы мало молимся. Мы действительно мало молимся. Мы как-то раз проводили диагностику нашей церкви и обнаружили тоже – у нас церковь мало молится. Мало молимся. Мы опрашивали членов церкви и вдруг узнавали, пытались разные вопросы задать, чтобы как-то получить эту информацию, сколько люди молятся, есть ли в их жизни пост, сколько читают Библию, ежедневно читают или не ежедневно, и в каком количестве, или сколько времени этому уделяется. И обнаружили – очень мало. Церковь Иерусалимская, она постоянно пребывала в молитве. Если мы читаем дальше деяния апостолов, мы видим их молитвенную жизнь. Когда забрали Петра, что делала церковь? Усердно молилась, причем собравшись вместе. Ну, может быть, не все собрались, да, но, по крайней мере, Петр, когда освободился из тюрьмы, куда он пошел? К жене и теще? Домой? Деток проведать? Почему-то у Петра было понимание, что церковь сейчас где-то собралась вместе. Откуда у него это было понимание? Его ангел оставил, и Петр отправился в то место, он был уверен, что церковь будет вместе сейчас находиться. Ночью приходит, и церковь в это время молится. То есть для церкви это было нормальное явление. Не нужно было молитвенную рассылку устраивать, давайте помолимся. Люди узнали о проблеме, и они начали молиться. Это молитва такая с постоянством. Пятый фактор. Что было в этой церкви? Верующие, это некое такое обобщение того, что мы уже сказали, верующие проводили много времени вместе. Много времени они проводили вместе. Как много? Мы здесь видим в 44 стихе. Это ежедневные встречи. Все же верующие были вместе и имели все общее. Они постоянно собирались вместе. Они постоянно стремились друг к другу. Не просто отдохнуть от церкви. Иногда, когда мы размышляем с церковью, а недавно размышляли с пресвитерами у нас в Башкирии, о том, сколько времени должна церковь проводить вместе. Мой папа, он же Иссопастырь мой, подметил такую вещь, что мы даже наполовину не похожи на Иерусалимскую церковь по тому времени, сколько мы проводим вместе. Да, у нас есть еще малые группы. Но малые группы – это даже и не половина того времени, как церковь стремилась проводить друг с другом. Они постоянно хотели быть друг с другом. Они свободное время хотели провести от работы, встретившись друг с другом, находиться в этом общении. Не просто убежать в свой такой уголок, приятный в свой дом, лечь на диван и отдохнуть от всего. Нет. Они хотели собраться вместе, сесть вместе на диван и вместе отдохнуть от всего. Поддержать друг друга, пообщаться, помолиться и так далее. Это такое совместное времяпровождение для церкви было важно. Почему? Потому что они ощущали себя одной семьей. Для них это было дорого. С семьей проводить время приятно, особенно если это здоровая семья, если это не человек, который противник этой семьи. Шестое, что включало в эту церковь, верующие заботились о нуждах друг друга. 45 стих. И продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Это было служение. Они видели нужду каждого, они переживали за каждого, они старались восполнить эту нужду, они думали, как это лучше сделать. Всплывало какое-то предложение, нужны были средства, и кто-то предлагал продать свое имение. И они это делали. И это благословение. Так жила церковь. Это не значит, что абсолютно все продавали. Потому что дальше, читая книгу «Деяния апостолов», мы видим, что когда Варнава это сделал, это был поступок правильный. Когда это сделали Анания и Сапфира, Петр сказал, что-то вы не то сделали. Не те мотивы, неправильно вы поступили. И более того, для них это было осуждением. И последний, седьмой фактор, что включала в организацию Иерусалимской церкви. Церковь активно благовествовала. Посмотрите на 46-47 стихи. «И каждый день, единодушно, пребывая в храме и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и пристоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». С одной стороны, мы скажем, а где здесь написано, что они благовествовали? Но здесь написано, что они находились среди народа. Их жизнь притекала не в закрытом помещении. Их жизнь притекала, вот эта счастливая, радостная жизнь находилась посреди народа. «Потому они, хваля Бога, написано, хваля Бога, и находясь в любви у всего народа. Как народ мог их полюбить? Только тогда, когда они находятся среди этого народа». Нет, конечно, некоторых людей мы любим, потому что их нет рядом. Просто, как говорится, чем дальше этот человек, тем сильнее я питаю к нему любовь свою. Но это не хороший пример. Церковь находилась, присутствовала в этом обществе. Они любили друг друга, они служили друг другу, они рассказывали о Христе окружающим. Более того, однозначно они еще и служили окружающим людям. И сказано, что они находились в любви у народа. Жизнь общины была на виду у всех людей. Таким образом, мы видим эту церковь, Иерусалимскую церковь, которая уделяла важное внимание учению, общению, причастию, молитве, совместному времяпровождению, служению друг другу или заботе о нуждах друг друга и благовестию. Семь таких факторов, которые важно учитывать и нам, когда мы думаем о своей поместной церкви и думаем, как жизнь в церкви организовать. Теперь давайте посмотрим и поразмышляем, как этого всего стоит нам достигать сегодня, находясь в малой общине. Я не знаю, какого количества ваша община. Может быть, такая же примерно, как и община, в которой я являюсь пастором, человек 35. Хотя ко мне вчера подходили люди, которые говорили, ну наша община вообще-то намного меньше. В три раза меньше, чем ваша. И я понимаю, в три раза сократилось. Но все же примерно принципы одни и те же для каждой малой общины. Я назову, дам таких девять советов. Девять советов, на что нам нужно обращать внимание, когда мы думаем или когда мы организовываем жизнь нашей русской общины в двадцать первом веке. Эти советы, они не являются такими, знаете, советами, как в виде форм. Вот вам нужна вот такая форма, и вы должны ее делать, потому что у вас маленькая церковь. Нет. Это советы в виде принципов, которые нужно осмыслить и в вашем конкретном контексте подумать, какая будет форма. Может быть, действительно, ваша церковь в три раза меньше нашей. Но принцип один и тот же. Форма будет другой немного. Давайте посмотрим на эти принципы. Первый совет или первый принцип – формируйте евангельскую культуру. Это такой как фундамент, когда мы думаем об организации жизни нашей общины, стоит думать, чтобы в ней была евангельская культура. Опять-таки, хочется сослаться на предыдущую проповедь, Александра, в которой он много говорил о Евангелии, которая созидает команду. Евангелие и евангельская культура – это фундамент, это ясное понимание, как евангельские принципы работают во всех сферах церковной жизни. Что такое культура? Я вспоминаю такой один анекдот. Я сказал анекдот слова. Ну, ладно, братья, если что, вырежут. Есть такой анекдот про один кавказский народ. Не хочу никого обидеть, ни в коем случае, когда спрашивают у культурного представителя этого народа. Скажи, пожалуйста, а почему вы так часто говорите, например, такие фразы, как пряник, маник, печенька, меченька, столик, молик, стульчик, мульчик. Он задумался, думал, думал, и потом говорит, не знаю, наверное, культура мультур такой. Культура – это то, что стало частью нашей жизни. И, возможно, оно было сформировано годами. Оно пропитало нас полностью. Это те ценности, которые внутри нас есть, и мы уже, ориентируясь на эти ценности, мы в целом живём, совершаем определённые действия. И где-то иногда даже мы не задумываемся, почему мы это делаем. Это стало частью нашей культуры. Евангельская культура – это часть нашей жизни. Когда Евангелие нас поменяло, поменяло нашу жизнь, и всё пропитано, всё, что в нашей жизни происходит, оно пропитано Евангелем. Что это значит? Давайте посмотрим. Евангельская культура, она включает некоторые моменты. Первое. Как евангельская культура, например, повлияет на процесс ученичества? Процесс ученичества, в который вовлечены все члены церкви, которые мотивированы Евангелем, это значит то, что Иисус Христос нас спас. Иисус Христос сделал нас частью своей церкви, а потому мы хотим все вместе Его познавать всё больше и ближе, чтобы становиться похожими на Него. То есть определённая мотивация. Почему я хочу пребывать в учении? Почему члены церкви наши пребывают в учении? Потому что они должны это делать, потому что пастор им постоянно об этом напоминает, потому что пастор может пригрозить им, например, отлучением. У нас вчера здесь было общение о церковной дисциплине, и иногда церковные дисциплины используются людьми как такое орудие управления. Почему люди находятся у вас на служении в воскресенье, на малой группе? Потому что вы им сказали, что они должны это делать? Или потому что они размышляют о Христе? Они Его любят, и они хотят Его познавать ещё больше и глубже. И поэтому они вовлекаются в процесс ученичества. Процесс общения. Как Евангелие влияет на наше общение? Евангелие учит нас, что Бог принимает нас разных и даже неприятных. То же самое должно происходить в общении между нами. Несмотря на наши недостатки, мы учимся открываться друг перед другом и жить вместе. Разные группы, не похожие, но мы объединяемся вместе. И когда мы наблюдаем, например, в церкви, что у нас есть, например, несколько малых групп, но одна малая группа – это чисто молодёжь, другая малая группа, например, собираются люди так называемые из бывших, прошедшие реабилитацию и так далее, третья малая группа – это чисто семейные, и четвёртая малая группа – ну, скажем, бабушки наши, то мы понимаем, что эти люди собрались по какой причине? Они собрались по тем категориям, где им удобней, с кем им проще общаться и так далее. Евангелие, оно формирует другую культуру. Евангелие, оно перемешивает нас всех. И мы хотим быть вместе друг с другом. Мы хотим друг другу помогать. И общение становится другим, потому что мы становимся ближе друг к другу, мы разные. Мы не отторгаем друг друга, наоборот, мы принимаем друг друга, потому что нас принял Христос. Евангелие и евангельская культура влияют на наше служение друг другу. Апостол Павел учит в послании римлянам, что наше служение друг другу – это следствие правильного понимания Евангелия. Помните римлянам 12 главу, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваших жертв, живую и святую, для разумного служения». Он говорит о служении, но начинается этот текст с союза «Итак». Он делает вывод из чего-то. Из чего он делает вывод? Или, по сути, «потому». «Потому, братья, нам нужно служить». А предыдущий текст Павел рассказывал Евангелие. Павел рассказывал Евангелие подробно, качественно. В конце этого Евангелия он восхищается Богом, говорит о бездна богатства. И вот это восхищение подводит, а потому будем служить Господу, будем служить Христу. Евангелие, оно мотивирует нас служить. «Для меня так многое сделал Господь. Как же я хочу, чтобы то же самое Господь сделал и для других, спас других. И как же я хочу, чтобы эта любовь Господа через меня проявлялась к другим людям». И Евангелие на это вдохновляет. Далее, евангельская культура, она влияет на наше гостеприимство. Процесс общения и служения друг к другу обязательно выливается в гостеприимстве. Мы открываем свои дома друг для друга и для неверующих людей. Это Евангелие, друзья. Следующая евангельская культура отражается на нашей молитве. Когда мы находимся в процессе ученичества, когда мы все больше познаем, каков Бог, мы все более и более будем осознавать свою зависимость от Него. именно Евангелие приводит нас к осознанию слов Иисуса Христа. В Евангелии от Ана, 15 главе, 5 стихе, Он говорит, «Без меня вы не можете делать ничего». Без Христа мы ничего не можем. И когда мы размышляем о Господе нашем, то, что Он сделал уже с нами, кто из нас своими усилиями спасся? Кто из нас был настолько хорош, что Бог это оценил и спас? Или у кого из нас была настолько хорошая семья, что Бог заранее, вот благодаря этой хорошей семье, определил, что ты будешь спасен? Нет. Бог говорит, то, что невозможно людям, возможно Богу. И Господь нас спасает. И когда мы осознаем, что это не наши усилия, не наши возможности, не наши способности, тогда мы приходим к Господу в молитве. И говорим, «Господь, мы от тебя зовись». И Евангелие влияет на нашу молитву. И последнее, на что влияет Евангелие, это ясное благовестие, движимое любовью к Богу и людям. Церковь благовествует не потому, что ее постоянно подгоняет пастор, а потому, что члены церкви любят Бога, хотят быть Ему послушными, а также любят людей, которые погибают и желают им спасения. Важно, чтобы ваша культура была сформирована именно Евангелем, а не какими-то другими мотивами или убеждениями. Чтобы мы не говорили, «Мы так делаем, потому что мы всегда так делаем». Или «Мы так делаем, потому что кто-то нам сказал так делать». Мы так делаем, потому что мы размышляем над тем, что говорит Слово Божие. Мы размышляем над Евангелием, и мы хотим, чтобы это Евангелие выражалось в нашей жизни. Итак, первый совет, на который я так много времени уделил, это формируйте евангельскую культуру. Понимание этого поможет нам организовывать всю жизнь нашей общины. Второе, что очень важно, когда мы думаем, как организовать нашу церковь, а церковь вы организовываете из людей, и жизнь в церкви организовывается из людей, поэтому обязательно, думая об организации церковной жизни, вам нужно доносить до людей ясное понимание, что такое церковь. Это второй совет. Доносите до людей ясное понимание, что такое церковь. Почему это важно? Мы организовываем жизнь из членов нашей церкви. Если они не понимают, что такое церковь, у них будет своё представление о том, какая должна быть церковная жизнь. Спросите у ваших членов церкви, как должна быть организована церковная жизнь, и они будут перечислять, что должно присутствовать в церкви. И каждый будет перечислять это, ориентируясь на своё понимание, что такое церковь. Кстати, даже православный человек вам может описать, какой должна быть церковная жизнь, потому что у него есть тоже определение церкви. Атеист, который как-то знаком с церквями, он вам тоже скажет, как должна быть организована церковная жизнь, потому что у него есть тоже своё определение церкви. И он так, как посторонний советник, может дать какие-то советы. Что важно понимать каждой церкви? Во-первых, то, что церковь это не приход, а община. Как я уже сказал, у каждого члена вашей церкви есть своё собственное определение, что такое церковь? Вы можете их спросить и услышите много разных ответов. Знаете, от таких, как «где двое или трое?» Это уже церковь. И можно ещё куча к этому определению задать уточняющих вопросов, и они будут потом, правда, выкручиваться из ситуаций и так далее. Или могут просто сказать, это собрание верующих. Собрались, это уже церковь. В соответствии со своим определением члены церкви думают о том, что делать в этой церкви. Поэтому эту истину нужно доносить. Во-вторых, объясняя людям, что такое церковь, вы обязательно подойдёте к вопросу, что значит быть членом церкви. Вы будете говорить о членстве. В здоровой общине понятное членство. Люди понимают, зачем членство в церкви, они понимают привилегии члена церкви, и они понимают свою ответственность. Они размышляют над Словом Божиим, может быть, подвергнув критике сперва членство в церкви. Изучают Писание, видят, что в Библии нечто похожее на членство точно присутствовало. Можно назвать это другим словом, но оно точно было, и вы обязательно подойдете к тому, что в церкви должно быть членство. В-третьих, члены церкви должны понимать, что церковь это семья, а значит, я должен дорожить церковной семьей не меньше, чем своей домашней семьей. Мой личный календарь составляется, ориентируясь на церковь, мои планы и так далее. Я размышляю о церкви как о своей семье, чтобы не только пастор размышлял так о церкви. Церковь это моя семья, и пастор всю свою жизнь строит, ориентируясь на церковь. Но я уверен, вы будете испытывать радость, когда члены церкви будут свой календарь тоже составлять так, ориентируясь на церковь. Потому что они относятся к церкви как к семье. И нам это важно и нужно доносить, чтобы, знаете, мы могли для себя тоже или для церкви ответить на такие вопросы. Может ли трансляция большой церкви заменить вашу малую церковь? Вот есть большие церкви такие, как слово благодати. Можно посмотреть богослужение этой церкви. Может ли скажем, пять трансляций слова благодати заменить одно богослужение вашей малой церкви? Или сколько надо трансляций посмотреть, чтобы это заменило? Друзья, каждый член церкви вашей общины должен понимать, что лучше собраться в десятером малой общиной, чем посмотреть, не знаю, несколько богослужений. Я не против того, чтобы они еще вдобавок смотрели богослужение. Мы рекомендуем людям смотреть богослужение, слушать проповеди, еще дополнительно питаться. Но когда люди понимают, что такое церковь, важность церкви, когда они понимают, что это моя семья, ни одна трансляция не заменит семью. Когда вы уезжаете от своей семьи, может ли вам, находясь даже здесь на конференции, может ли вам общение по видео с женой заменить личное присутствие? Вы пообщались, может быть, час пообщались, но это не заменило того часа общения, близкого общения, когда вы вернетесь в родной город, обнимете жену, и может быть, вы не будете столько болтать, как болтали по телефону, но это будет намного лучше, потому что вы находитесь рядом. если люди понимают, что церковь для них семья, в десятером собраться и находиться намного лучше, чем смотреть тысячную церковь, но не присутствовать в ней. Это люди будут понимать. Когда мы говорим также о церкви, о малых церквях, особенно о малых церквях в таких больших городах, в миллионниках, то есть еще одна такая категория людей. Знаете, один мой друг эту категорию назвал так – пассивные верующеватые захожане. Пассивные верующеватые захожане – это люди, которые гуляют от церкви к церкви. Если ваша малая церковь находится в городе в каком-то большом, то эти люди время от времени захаживают и к вам, и как-то на себя пытаются привлечь внимание вашей церкви. Иногда проблема еще усугубляется тем, что эти люди вообще отлучены в других церквях. И вот они захаживают то к одним, то к другим, пытаясь пользоваться любовью других людей, отвлекая пастора от своих членов церкви, переманивая его на себя, увлекая его в разговоры, споры и так далее. И знаете, большинство малых церквей в целом радуются, когда к ним заглядывают такие люди. А некоторые даже не скрывают своего желания, чтобы эти люди поскорее перешли к ним. Даже тратят усилия на это. А они не собирались никуда переходить. Они дальше пойдут также от церкви к церкви, от церкви к церкви. Но, друзья, если вы будете доносить до членов вашей общины правильное понимание, что такое церковь, они во-первых, будут сами это понимать, а во-вторых, будут вот этим пассивным верующеватым захожанам эту истину доносить. В-третьих, они не будут обольщаться и рассчитывать на таких людей, когда они к ним заходят. Реально иногда это становится проблемой для малых церквей. Люди такие приходят, люди пользуются ресурсами малой церкви, но они никогда не хотят становиться частью этой церкви, потому что они сами не понимают, что такое церковь. Если ваша церковь понимает или имеет библейское определение общины, они это будут сами доносить до этих людей. Не нужно будет ждать, когда пастор поговорит с этими людьми. Ваши члены церкви это будут делать. Идем далее. Третий совет. Третий совет ко всем малым церквям. Не копируйте большие церкви. Об этом уже говорилось, но в организации малой жизни это нужно упомянуть. Знаете, я вырос в многодетной баптистской семье. Слава Богу, все мои братья здесь присутствуют на этой конференции. Это вообще какое-то чудо. Нас здесь семь братьев из одной семьи. И как в большинстве таких семей, мы в детстве играли в церковь и в богослужение. Это же часть жизни нашей. У меня отец пастор, мы постоянно как-то вовлечены в церковную жизнь, знаем, что там происходит. И чем нам заниматься детям? Играть в богослужение. И тогда наша семья посещала единственную церковь в Уфе, которая насчитывала примерно человек 200, наверное, дом молитв для всех народов. И естественно, когда мы играли в богослужение, мы пытались изобразить церковь в 200 человек. Но проблема в том, что играющих было 3-4 человека. И из этих 3-4 человек мы должны были изобразить пастора. Нам нужен был из этих 4-х человек создать хор. Должно было 4 проповеди быть. Это те времена богатые проповедями. соло или стих. Приветы обязательно нужно было передать, а значит, кто-то из этих 4-х должен быть приезжим в этой церкви. От кого он привет передает. И так далее, и так далее. Знаете, нечто подобное я иногда наблюдаю в маленьких церквях. Признаюсь, я себя чувствую некомфортно, когда в богослужебном зале присутствуют 4-5 человек или даже до 10 человек, а затем один из них встает, выходит вперед за кафедрой и начинает преповедовать. Трое сидят, один стоит здесь за кафедрой, зал, как-то все торжественно организовано. У меня происходит какой-то внутренний бунт. Зачем? Что мы сейчас делаем? Братья, если ваша церковь не превышает размеров малой группы, то я думаю, вам не стоит и богослужение переводить в какой-то формат праздника. Продолжайте в формате малой группы. Сидите, в кружок сделайте. Не нужно пытаться провести какую-то торжественную литургию, на которой вы были в большой церкви. Или после экклезии, торжественного пения, мы приезжаем в маленькую церковь, нам хочется торжественного пения, но мы его не сделаем. У нас нету всех этих ресурсов. Мы не сделаем такую группу прославлений из семи человек, когда у нас в церкви 15 человек. Невозможно это. Да это и не нужно. Это не нужно для маленькой церкви. Не нужно повторять за большими церквями. Возможно, вам придется сократить количество служений в вашей церкви. Может быть, вам придется отказаться от некоторых отделов, отдела воскресной школы, молодежного отдела и так далее, когда вы все всего лишь небольшая церковь. Если вас мало людей, то эти отделы не нужны. Четвертый совет. Развивайте общинность. Ничто так сильно не развивает общинность, как совместное время провождения. Во-первых, это вскрывает все наши недостатки, все то, что вы друг от друга скрывали, когда вы находитесь вместе долгое время, или регулярно находитесь вместе, все это вскрывается. А во-вторых, это помогает начать применять на практике хорошо известные тексты, о которых мы часто говорим. Какие тексты? Вот такие. Любите друг друга. Мы любим, когда мы вместе. Принимайте друг друга. Мы принимаем друг друга, когда мы опять-таки находимся где-то вместе рядом. Заботьтесь друг о друге. Мы узнаем о нужных камр рядом. Будьте единомысленны. Носите бремена друг друга. Прощайте друг друга. Научайте друг друга. Ищите добра друг к другу. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Будьте странолюбивы друг к другу. Когда мы развиваем эту общинность, когда мы стремимся быть вместе, нам необходимо проходить все эти шаги. Нам необходимо применять эти тексты. А эти тексты показывают нам как раз то, насколько Евангелие наполняет нашу жизнь. Пятый совет, друзья. Постарайтесь вовлечь в жизнь церкви всю общину. Может быть, даже вас совсем немного. Может быть, вас всего 10-15 человек. Но постарайтесь, чтобы на этом этапе, когда вас мало, в вашей церкви служило 100% членов церкви. Посмотрите на каждого члена церкви и подумайте, каким образом данный член церкви мог бы послужить. Встречайтесь с этими людьми, общайтесь, предлагайте им служение, возлагайте на них ответственность, учите их служить, учите их быть верными в малом. Поверьте, когда церковь будет расти, служение вашей церкви тоже будет расти. Но если каждый член церкви служит, тогда вы совершаете как раз много труда. Также не упустите из виду и пожилых людей. Можно подумать, что они ни на что не способны, но это неверно. Во-первых, Писание учит пастора, в чем нужно наставлять старцев и старец. Помните, Титу 2 глава. Увещевая их, старцам есть наставление, для старец есть наставление. А там, где есть наставление для старец, мы видим, что и для них, оказывается, служение есть в церкви, что они должны какое-то влияние оказывать на молодых сестер. То есть и старцы, и старицы должны тоже быть вовлечены в жизнь церкви. Также Писание говорит нам о том, что праведники и в старости сочны и плодовиты. Конечно, каждый из нас мечтает, чтобы такие праведники были в нашей церкви. Каждый из нас хочет, чтобы старцы и старицы были такими. Но, друзья, чтобы они были такими, апостол Павел опять-таки написал Титу, что делать. Увещевать их. Тит был моложе всех их. Но его задача была в том, чтобы подходить и увещевать старцев, старец, чтобы они поступали правильно и приносили пользу по местной церкви. Чтобы они тоже были вовлечены в служение. Поэтому, братья, учите пожилых людей не только молиться, но и служить своим имением, благовествовать. Благовествовать ненавязчиво, как они очень часто это делают, когда налетают на своих внуков и так далее. Но учите и благовествовать их тоже. Учите их не ворчать, а наставлять. С любовью доносить истину. Показывайте, в чем они могли бы послужить. Поэтому постарайтесь вовлечь в жизнь общины всю церковь. Шестой совет. Посещайте другие церкви. По-моему, на одном из семинаров это уже говорилось, что это полезно посещать другие церкви. Но пока вы маленькие, вы более мобильные. Возможно, наступит время, когда вы будете скучать по тем временам, когда вы были совсем маленькими. Но когда вы маленькие, вы можете посещать другие церкви. Во-первых, посещение других церквей помогут вам у них чему-то поучиться. Во-вторых, вы сами сможете послужить этим церквям. Но в этом посещении сделайте акцент не на большие церкви, а тоже на маленькие. Вы как маленькая церковь. Посещайте маленькие церкви. Потому что если вы делаете акцент на больших церквях, скорее это может вызывать потом зависть. У нас не так. Вот нам бы так. Но посещая маленькие церкви, и вы сами как небольшая община, вы будете иметь такой обмен опытом. Вы придете ко взаимному росту. Вы помогать будете друг другу. Когда рядом со мной человек, который учится тому же самому, это всегда подбадривает, это радует. Я вместе с ним прохожу этот путь. Но при этом, друзья, помните, что не нужно много кататься по другим церквям. Все-таки основное наше служение – это служение в нашей местности. Не смотрите на себя просто как на жалких и на неспособных. Если Господь с вами, то вы можете служить и своей общине, и неверующим людям, и окружающим вашу церковь, и даже другим общинам. Когда наша церковь насчитывала 25 человек, мы вдруг задумывались вот о чем. В нашем объединении церквей в Башкирии есть несколько церквей, которые количеством меньше, чем наше. Мы 25 человек, но есть меньше. Есть те церкви, которых 20, есть 15, есть даже 10 человек. И мы стали молиться о том, чтобы взять одну из церквей на попечение, поддерживать эту церковь финансового пастора и регулярно посещать эту общинку. Мы молились какое-то время, на совете собрались с братьями, назвали эти церкви, обсудили, какую бы церковь мы хотели взять на попечение. В результате, на сегодняшний день наша церковь регулярно посещает одну маленькую церковь в соседнем городке и поддерживает финансово по обетам веры пасторов двух малых церквей. Наша община небольшая, но при этом вот это желание послужить другим, оно есть, и мы понимаем, мы смотрим на церкви, в которой меньше. И мы хотим им тоже помогать, чтобы Господь помогал им расти. Мы хотим отдавать, а не только себе получать. Когда вы помогаете другим церквям, вы помогаете вашим членам церкви смотреть на Божие царство намного шире, чем просто ваша община. Члены церкви часто сосредоточены внутри себя только. Но когда мы говорим в церкви, что есть другие общины, которые тоже в нужде. Господь нас благословил несколькими братьями. Давайте один из них будет ездить или несколько братьев по очереди будут ездить, то общину поддерживать. Та община не может поддерживать своего пастора, потому что их очень мало, а у пастора большая семья. Давайте мы подумаем, как мы можем им помочь. И община откликается, и она понимает, что они участвуют в Божьем деле намного шире, намного больше. По-моему, на сайте «Девять признаков» есть такая статья, не помню точное название, но суть там такая. Молитесь о пробуждении в соседней церкви. О том, что нужно учить свою общину переживать за другие церкви, особенно за слабые церкви, и молиться об этом. И посыл такой. Мы все молимся о пробуждении в нашем городе. Да, это так. Но представьте себе, пробуждение началось. В какие церкви пойдут люди спасенные? Только в вашу? Спасенные люди пойдут и в другие церкви. И наша задача переживать за другие церкви, чтобы это были духовно здоровые церкви. Потому что будут все церкви расти. Поэтому вот это взаимодействие с другими церквями, посещение других церквей, учат нас и наши общины смотреть шире. И когда мы организовываем жизнь в церкви, мы переживаем не только о себе, но и переживаем за тех, кто нуждается в окружении. Седьмой совет. Братья, ничего не делайте в одиночку. Во-первых, так у вас никогда не вырастут новые служители, если вы все делаете в одиночку. Во-вторых, если вы маленькая церковь, то обсуждайте и планируйте жизнь в церкви вместе. Вовлеките людей в составление календаря церкви. Выслушайте их. Пусть они предложат какие-то идеи, чтобы вы не были одиноки здесь. В-третьих, сократите разрыв между семьей пастора и всей общиной. Бывает, что семья пастора в маленькой церкви – это полцеркви. Бывает так. Хотя бывает, кстати, и в больших церквях. Также клан какой-то один – это полцеркви. Но вот когда семья пастора – это полцеркви, и бывает, знаете, такая ситуация. Семья пастора знает все и участвует в принятии решений. А вся община только оповещается об этом. И то, когда они посчитают нужным. А иногда вообще оповещается женой пастора. Или кем-то из родственников, кто там где-то случайно взболтнет и так далее. И это разрушает церковь. Другая половина, которая не в этой семье, они испытывают боль, они чувствуют себя ненужными, с ними не советуются, они не участвуют во всем этом. Поэтому, если есть у вас такая проблема, сократите вот этот разрыв между семьей пастора и всей общиной. Не делайте ничего в одиночку или не делайте всего просто со своей семьей. Восьмой совет. Реформируйте членские собрания. Членские собрания должны быть доброй встречей семьи, на которой члены церкви могут откровенно поговорить, но в духе любви и принятия. Это встреча семьи. Особенно маленькой церкви, когда маленькая церковь собирается вместе. Пусть вот эта встреча станет той встречей, на которой члены церкви почувствуют, мы одна семья. Не делайте эти членские просто формальными, скучными, там, отчет финансовый, и вот его прочитали, и все, и вопросов нельзя задать. Подумайте, как их можно сделать интересными. Я дам пару советов из опыта нашей церкви. Первый совет. Делайте на членском собрании совместный обед или ужин. Мы начали это делать несколько лет назад, и нам очень сильно это понравилось. Мы стали членские собрания делать в субботу вечером, собираться вместе на ужин, и все членское собрание проходит за столами. Наш размер общины пока что это позволяет делать. 35 человек, хотя на последнем членском мы понимали уже, вот членское было неделю назад, мы понимали, что нам тесно. Вот. Это немножко было некомфортно так, кто-то даже сказал тоже тесно, но пока что, пока церковь маленькая, за столами это делать легко. Это нас сближает. Мы вместе поужинали, мы начали обсуждать вопросы. Люди комфортно сидят, они пьют чай, они могут задавать вопросы. И это очень такая приятная встреча семьи. Второй совет. Мы тоже к этому пришли несколько лет назад. Проводите на членском причастие. Братья, церковь может причащаться больше, чем один раз в месяц. Вы знали об этом? Не знаю, где это правило строгое прописано. Может причащаться больше, чем раз в месяц. Пусть эта членская будет в середине месяца у вас. А? У вас? Отлично. Мы проводим на членском собрании причастие. Церковь объединяется вместе. Во время причастия вы возвращаете церковь к Евангелию. Подчеркивается единство наше, во-первых, со Христом, и во-вторых, подчеркивается наше единство как церкви. Мы вместе собрались. Друзья, эти встречи становятся такими прекрасными встречами семьи. Членские собрания. И последний, девятый совет. Ну, просто я не мог упомянуть, братья, малые группы. Развивайте малые группы. Это очень нужно для церкви. Знаете, церковь, в которой я пастор, церковь Святой Троицы, была основана 18 лет назад, в 2004 году. При основании этой церкви была совершена, на мой взгляд, одна очень стратегическая ошибка. Мы ее обсуждали с братьями уже не один раз. Это не так, что я считаю, что это была стратегическая ошибка, а пастор, мой сопастор, который основывал эту церковь, так не считает. Нет, мы вместе в этом согласны. Одна стратегическая ошибка, которую мы взялись исправлять спустя 10 лет, в 2014 году. Дело в том, что наша церковь образовалась на базе малой группы. Эта малая группа собиралась дома у моего отца с 1998 года и по 2004 год. Эта малая группа была собрана из верующих людей нашего района, но на нее приходило много неверующих людей. Эти встречи никто тогда еще не называл малой группой. Чаще всего, знаете, как эта встреча называлась, люди говорили так, пойдемте на пирожки. Дело в том, что моя мама там пекла много пирожков, и люди ходили на пирожки. Была встреча за столом, ужинали вместе, изучали Писание. На этой пирожковой встрече уверовало несколько человек, и когда малая группа достигла примерно 15 человек, мой папа предложил, что пора открывать церковь, тем более было же здание уже для церкви, и было такое в 2004 году основание новой церкви. Но стратегическая ошибка заключается в том, что когда была основана церковь, была закрыта эта малая группа пирожковая. Она была закрыта как бы из-за ненадобности. Точнее, эту малую группу перенесли из дома моих родителей в здание церкви, отменили ужин на этой встрече, и начали встречу называть «Разбор Библии». Немножко так подредактировали и изменили. И это стратегическая ошибка. Церковь, в ДНК которой еще до ее основания была заложена малая группа, на старте, после вот этой корректировки, в этом ДНК удалили малую группу. Затем мы, когда поняли, что это было неправильно сделано, мы начали снова приучать церковь к малым группам. Тогда у нас в 2015 году появилось две малые группы. В 2014 – одна, в 2015 – две. Почему малые группы так важны для церкви? Во-первых, малая группа – это площадка для совместного духовного роста членов церкви. Мы хотим, чтобы люди находились в учении, в ученичестве. И малая группа, она помогает нам совместно расти. Именно вместе, когда мы находимся. В принципе, каждый человек может духовно расти отдельно, читая книги, читая Библию, молясь и так далее. Но Господь задумал, чтобы мы в учении апостолов находились вместе. И малая группа это помогает. Во-вторых, малая группа – это площадка для развития кайнонии. Кайнонии – это больше, чем просто разговор. Это взаимодействие друг с другом. В-третьих, малая группа – это площадка для роста лидера. Именно на малой группе лучше всего получается воспитывать помощников в служении, которые в дальнейшем будут полноценными лидерами. Малая группа – это классная площадка для роста. Четвертое, малая группа – это также площадка для благовестия. И наша пирожковая встреча, она точно это показывала. Мы хотим, чтобы на малую группу приходили новые люди, неверующие люди. Когда малой церкви стоит открывать малую группу? Если, я так думаю, если в вашей церкви есть хотя бы 15 человек, то этого количества достаточно, чтобы уже сделать две малые группы. Пусть это будут совсем малые группы, но на перспективу роста. Но даже если у вашей церкви меньше людей, то начинайте развивать малые группы. Начните эту одну малую группу из всей церкви на дому, в которой бы воспитывался новый служитель, новые лидеры. Вы бы вместе росли, вы бы общались, куда бы вы приглашали неверующих людей. Какие требования к малой группе? В группе лучше всего, когда есть два лидера, или лидер и помощник, либо можно его назвать ассистент. Лучше всего, чтобы малая группа проходила у кого-то дома. Это мое личное убеждение. Не все соглашаются с ним, но, на мой взгляд, это лучше, если это дома, а не в здании церкви, не в офисе или еще где-то. Таким образом, в церкви развивается гостеприимство. Также лучше всего, если в вашей церкви малые группы для всех членов церкви обязательны. Пока вы маленькая церковь, сделать малые группы обязательными для всех несложно. Пообщайтесь с братьями из больших церквей, которые пытались внедрить малые группы в большие церкви. И они вам скажут, что очень сложно, чтобы все члены церкви стали частью малой группы. И я не помню, встречал ли я пасторов из большой церкви, у которых действительно 100% все находятся в малой группе. Это очень сложно сделать. Знаете, каждый год мы проводим такую аналитику малой группы. Если кому-то необходим конспект, как провести аналитику малой группы, то можете мне написать, я вам скину этот конспект, какие вопросы мы задаем каждому лидеру. Мы сперва это на лидерском делаем, обсуждая малые группы. И с этим же конспектом лидер малой группы приходит в саму малую группу. И с членами малой группы они делают аналитику, проверяют, какая у них малая группа, что нужно подправить. Итак, друзья, говоря об организации жизни малой церкви, мы назвали таких девять советов, на что нам стоит обращать внимание. Во-первых, формируйте евангельскую культуру. Во-вторых, доносите до людей ясное понимание, что такое церковь. В-третьих, не копируйте большие церкви. Поймите, что для вас вы можете быть креативными в этих формах определенных. В-четвертых, развивайте общинность. В-пятых, постарайтесь вовлечь в жизнь церкви всю общину, взаимодействуйте с ними. В-шестых, посещайте другие церкви, помогайте им расти и учитесь у них таким образом. Седьмое, ничего не делайте в одиночку, занимайтесь воспитанием служителей. Восьмое, реформируйте членские собрания. И девятое, развивайте малые группы. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся. Господь Бог, благодарность Тебе. Ты создал церковь, Ты ее задумал прекрасной. И Ты смотришь, Господь, на церковь, на ту, которую Ты создал, ту, за которую Ты умер, и Ты ее любишь, Ты о ней заботишься. И мы порой не такие, какими Ты нас задумал. Мы порой ошибаемся, спотыкаемся, делаем что-то не то, движим и не теми мотивами, и Ты все это видишь. Прости нас, Господь, за это. Мы хотим, Господь, чтобы даже маленькие церкви, они были таким прекрасным отражением того, что Ты задумал. Чтобы эти церкви, они были ярким светом, чтобы в наших районах, в наших городах, в сельской местности, где бы ни находилась эта малая церковь, она была бы, Господи, привлекательной. Потому что в этой церкви евангельская культура, там все не так, как в этом мире. Там все работает, то работает, что не работает в этом мире. Там разные люди, но объединены Христом, принимают друг друга, любят друг друга. Дай, Господь, каждому из нас мудрости, думая об организации по местной церкви, ориентироваться на слово Твое. Пусть, Господь, каждая малая церковь, она занимается воспитанием новых служителей. Она пребывает в учении и духовно возрастает. Пусть каждая церковь будет открыта для людей, как друг для друга, так и для неверующих людей. Господь, научи нас этому. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.